Здравствуйте дорогие друзья, с вами мастер Фиде Роман Ежов. Сегодня мы поговорим с вами о самых главных новостях за прошедшую неделю. И начнем наш небольшой репортаж самого значимого события в шахматном мире. Это турнир, который организовал Магнус Карсон, Линдорес Абэй Рапид Челлендж. Если кто не знает, то состав участников был более чем крутой. И в следующую стадию борьбы проходит первая восьмерка, которая по нокаут-системе определит уже, кто здесь в этом турнире сильнейший. И соперники встретят следующий. Ливон Араньян сыграет против Хикару Накамуры. Юй Яньи сыграет против Динь Лежения, китайская пара. Дубов против Карякина, здесь уже наоборот российская у нас. И Карсон против Со. Ну, посмотрим, чем окончится данное противостояние. Лично я считаю, что Накамура одержит победу. Накамура слишком силен в онлайн-шахматах. И думаю, что Ливон здесь не сможет составить достойное сопротивление. Из партии Юй Яньи Динь Лежения это немножко посложнее. Лично я считаю, что Динь Лежения должен проходить. Но пара приблизительно ровная. И будет действительно интересно посмотреть, кто дальше пройдет. Из пары Дубов-Карякин. Лично я думаю, что Дубов должен проходить. Карякин в последнее время сильно сдал. Уже не может оказывать столь сильное сопротивление. На этом турнире ему фантастически везло. Залетало все, что могло залететь. Где-то, естественно, он еще по старой памяти переигрывал соперников. Но лично я считаю, что уже в одной череп финале он, скорее всего, должен вылетать. Ну, а Карсон должен проходить в С-Лесо. В общем, будем следить за ходом событий. Посмотрим, чем все окончится. И даст ли мой прогноз. Но победители этого турнира это либо Накамура, либо Магнус Карсон. Кто-то из них. Оба очень крутые. Лично я думаю, что Магнус должен снова одержать победу. Магнус слишком-слишком силен. Двигаемся дальше. Произошел скандал. Серьезный скандал. Сейчас, кто не знает, проходит чемпионат Европы среди разных рейтингов. Прошел от 1000 до 1400 играли. Ну, там, вроде бы, никаких скандалов серьезных не было. А вот от 1400 до 1700 первые действительно серьезные скандалы. В финале турнира, где играл 254 игрока, очень много забаненных игроков. Посмотрите. Вот эти значки означают, что была сделана нечестная игра. То есть, первые четыре места, шестое место, десятое место, двенадцатое, четырнадцатое. Посмотрите, как их много. Двадцать три. И я могу листать, листать. И, наверное, и тут еще есть. Двадцать восьмое место, тридцать второе. Ну, и дальше уже все. Дальше уже. То есть, это говорит о серьезной проблеме, с которой я уже много времени говорю. И не только я, многие сильные шахматисты и фиде задумываются, что же нам делать с читерами. То есть, игра некоторых игроков просто зашкаливает. То есть, я посмотрел, например, Яну Коровину, ту же самую процент ее точной игры, ну, зашкаливающей и явно не для ее возраста, не для ее малых лет. Некоторые были забанены за то, что в финале нельзя было никаких открывать дополнительных вкладок, не отвлекаться ни на что. Что ты должен играть в игру, взять экран перед тобой, ты должен сюда смотреть. Некоторые, может быть, я не утверждаю, я не знаю всей кухни, но в положении четко было написано, что нельзя отвлекаться на дополнительный, где-то лазить в интернете, например. Возможно, некоторые получили бан за то, что они сделали ход. Соперник сидел, думал, все-таки это быстрый шахмат, 10 плюс 2, то есть, соперники могли по себе подумать. И тебе банально стало скучно и начал лазить где-нибудь в интернете, например. Ты, может быть, и не читерил, но тебе поставят бан, потому что так делать нельзя. Положение было четко указано. Возможно, кто-то этот пункт пропустил, из-за этого получил бан. Но вот первые места, это точно, точно читеры и такое надо наказывать. Фиде проведет свою определенную проверку на их читерство и уже потом будут применены какие-то решения, что с этими людьми делать. Возможно, ничего с ними не сделаю, потому что надо доказать еще их вину. У Ческома, Ческома это сайт, платформа, у которой есть свой какой-то определенный алгоритм, по которому они определяют читера. Я им просто беру, банят и все равно. Читерил ты, не читерил. Ну, конечно, когда такой зашкаливающий процент, как у Яны Коровиной, например, я показал, то здесь сомнений просто быть не может. А вот так вот выглядит таблица после того, как все вот этим читерам поставили бан. Вот я их покажу. Вот все, у кого 0 очков. Я думаю, что все. Может быть, кто-то действительно сам набрал 0 очков. Но те, которые получили 0 очков, это большинство из них читеры. Или, может быть, те, которые невнимательно читали положение турнира. А так, теперь ситуация следующая, что у нас победитель 8 очков из 8 набрал. И, видимо, абсолютно заслуженно. Может быть, ему присвоили победу над какими-то читерами. Кстати, посмотрю, я не смотрел вот это, не поизучал. Да, вот ему поставили за Яну Коровину. То есть, вот как раз 267 место, 207 место. Это все читеры, 208 место с четырьмя, с пятью. Может быть, есть 159, 166. Ради интереса быстренько глянем. Сколько? Не, эти уже честно играли. Вот. Так что финальная таблица сильно отличается от того, что было на Ческоме. И эти результаты вполне, возможно, заслужены. Конечно, нельзя исключать, что это могут быть хитрые читеры. Где-то здесь наверняка есть еще читеры. Я более чем уверен. Те, которые уже по-умному. Которые не по первой линии компьютера. По второй, по третьей. Иногда только играя по первой линии в нужный момент. А может быть, кому-то вообще тренера или родители помогают. И такое может быть. К сожалению, как бороться с этим, непонятно на профессиональном уровне. Но если читерят вот так вот по-глупому, то это сразу видно и сразу такая дисквалификация. Двигаемся дальше. Крутой турнир во Франции проходит сейчас. Называется «Благотворительный марафон». И здесь я сделал перевод просто от хрома, от гугл-переводчика. Поэтому здесь перевод корявенький. А так все на французском языке было. И это 24-часовой блиц-марафон. Контроль времени 4 минуты плюс 2 секунды. В котором принимают участие многие известные гроссмейстеры. Интернет-звезда Тан. Постный. Бауэр. Бернацкий. Лендерман. Ну, кстати, на самом деле, если перейти на эту страничку, и все, все ссылки я оставлю в описании обязательно. То здесь можно найти и Федосеева, например. Ну, вот Тан как раз известный. Гатакамский, например, пришел. Максим Чегаев, насколько я помню, Фандарины. Савелий, кстати, Голубов. Тоже стример здесь будет принимать участие. И уже зарегистрирован 1322 человека. Начнется через 2 часа на момент записи ролика. То есть, это в 3 часа по Москве, если что. Советую, если кто-то хочет принять участие, обязательно здесь сыграть. Будет наверняка более чем интересно. Но с такими гроссмейстерами, если на кого-то из них можно попасть. Это действительно было бы круто. Я сам не уверен, что я буду участвовать. Хотя, хотелось бы. Но сегодня надо все-таки уделить внимание семье. Поэтому, скорее всего, не получится. Если и буду играть, то, скорее всего, может быть, не стрим проведу, а просто поставлю на записи. Может быть, какие-то интересные партии я вам покажу. Но обещать пока не буду. Евгений Шувалов провел прощальный матч. Играли на сайте Chess.com. Там была швейцарская система. Я немножко поддержал Евгения. 40 минут где-то принимал участие в этом турнире. Мне удалось 4 партии из 4 успеть выиграть. И выиграть в том числе у Евгения. Вот такая интересная концовка я оставил у нас. Осталось я черным цветом играл. Где я смог в итоге одержать победу, походив в король d3. И пешечка прошла и поставила мат белому королю. Евгений все объясняет тем, что он устал от шахмат. Больше не хочет играть. Давно причем уже не хочет играть. Не хочет дальше развивать свой канал. Потому что ему шахматы просто банально надоели. Я его прекрасно понимаю. Тоже сам уже устал от шахмата давно. Уже 2 года я не участвую в официальных турнирах. И играю только на Ли Чессе. Ну и занимаюсь тренерством. Но я не вижу серьезной проблемы. Почему именно Евгений не хочет дальше играть спокойно на Ли Чессе. Это же разные вещи. Например, или на Чесломе. Но, видимо, шахматы ему надоели намного сильнее, чем мне. Кто знает. Но при этом он говорил, что это уже не первая его попытка бросить шахматы. И, возможно, он все-таки вернется. Потому что... Потому что любовь к шахматам все-таки привыкнет. Ну, то есть, здесь для меня немножко непонятно. Он говорит, что это уже привычка. Хочется играть. Ну, посмотрим. Я лично надеюсь, что он вернется. Я с большим уважением отношусь к Евгению. И пускай наши взгляды не всегда сходятся. У него немножко странное отношение к молодым шахматистам. К тренерам, кем я являюсь. Но, несмотря на это, мне нравится его стиль игры. Нравится подача. Нравится, как он играет. Поэтому я на него и был подписан. И участвовал в некоторых его стримах. Пускай не так часто, как хотелось бы. Но слишком большая загруженность была. Так что я желаю Евгению удачи. Отдохнуть, может быть, месяцок. И потом снова вернуться обратно на канал. Я надеюсь, что так и будет. Достаточно интересная партия. Мне понравился разбор Романа Овечкина против Сергея Шипова. Он играл. И Роман смог одержать победу. Одержал в Оржевском гамбите. Интересный разбор. И где-то 15 минут, насколько. Да, 14 минут ролик. Так что, если у вас есть время, я советую обязательно посмотреть. Интересы, мысли от Гроссмейстера. Послушать. Особенно те, которые играют Д4. Играют против Волжского гамбита. Ну и даже любители Волжского гамбита. Я думаю, тоже найдут здесь что-нибудь интересное. Вот. Так что, все мысли Гроссмейстера. Когда он так подробно объясняет. Каждый свой продуманный ход. Это всегда очень и очень поучительно. Так что, я всем своим подписчикам советую подобные разборы партии обязательно смотреть. Особенно от умных людей, кем является Роман. Вышла у шахматного канала Энпасан. Территория шахмат. Господи, какое сложное название для меня Энпасан. Надеюсь, правильно прочитал. Реакция шахматиста на фильм Шахматист. Вышел в 2019 году фильм Шахматист. Я о нем много раз слышал, но пока еще не успел посмотреть. Я не смотрел обзор по этому видео. Только из-за того, что я еще не смотрел сам фильм. Я хочу все-таки его посмотреть. Но, судя по комментариям, людям понравилось. И поэтому я решил тоже у себя выставить, вам показать. Если вы видели уже этот фильм, можете посмотреть и увидеть какие-то недочеты. А судя по времени часа 18 минут, недочетов здесь было, дай боже. Ну и судя по комментариям некоторым. Так что, может быть, вам данный контент понравится. Советую взглянуть. Если вы не смотрели еще фильм Шахматист, я советую вам пока не смотреть. Воздержаться от этого. И после просмотра уже самого фильма, тогда мы можем будет вернуться к просмотру данного ролика. Я участвовал вчера. Был у меня стрим. Участвовал в турнире Checkmate Коронавирус. И смог одержать первое место. Я впервые играл в подобном турнире. Кто не знает, я говорил в прошлом видео по новостям, что Фиде организовал Checkmate Коронавирус. Надо участвовать как можно больше в различных турнирах. И случайные, абсолютно случайные участники выиграют целую кучу призов. Там, по-моему, полторы тысячи всяких разных призов. Плюс, главное, 10 призов. Это поездка в Москву на шахматную олимпиаду, которая будет в Москве. И также участие, если я не ошибаюсь, в сеансе против сильнейших гроссмейстеров мира. Вот я один раз сыграл. Получилось сразу занять первое место. Причем были некоторые сильные участники. Ну, например, для меня было большим удивлением увидеть здесь Валю Голубенко. Это шахматистка из Эстонии, откуда я родом. Сейчас она в России живет. Вот моя ровесница. Мы вместе росли. Мне было приятно с ней в одном турнире сыграть. К сожалению, мы с ней вместе не сыграли. Были межородные мастера. У меня против Адеровского очень и очень неплохая партия получилась. Вот. Были еще какие-то межородные... Вот Оракул. А, против Оракула у меня была очень крутая партия. Обязательно потом у себя на YouTube-канале выложу вот этот фрагмент из ролика. Или посмотрите обязательно мой стрим, который проходил. Все будет в описании. И здесь были интересные партии, были эффектные жертвы. В целом, в целом, турнир очень удачный. Мне понравилось, что потихоньку я повышаю свой рейтинг, возвращаюсь обратно. Совсем недавно у меня был 2380-2360, что-то такое. Сейчас уже 2469 потихонечку. Поднимаем. И я приглашаю, кстати, вас в турнир среди моих подписчиков. Который состоится в воскресенье в 18 часов. Контроль времени 3 плюс 2. 1 час 50 минут будет идти. И после окончания данного турнира сразу же можем залетать в турнире на реальные деньги. Гарант через Блиц Лига. Где пока не так много людей. Он начинается в 20 часов по Москве. И продлится всего лишь 1 час. Так что в воскресенье нас ждет стандартный стрим с 6 часов до 9 вечера. На этом все. Самые главные новости позади. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на канал. Ну и пишите в комментариях, если у вас есть ко мне вопросы. Или если вы хотите что-то у меня спросить, что-то узнать. Я открыт и всегда готов ответить на любой ваш вопрос. На этом все. До новых встреч. И всем пока.